Репортаж с винтовкой в руках. Так называется книга, которая буквально несколько дней назад увидела свет. И с самой книгой, и с ее автором предлагаю познакомиться прямо сейчас. Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, репортаж откуда, с места каких событий? События эти происходили реально, как и существовали реальными люди указанными. Возле Воронежа, приблизительно 50-60 километров южнее, на правом берегу Дона, в августе 1942 года, был завоеван плацбар. Поймите, это действительно репортаж. Почему? Не потому, что это там, как считать можно, конкретно какая-то журналистская находка, там, удача и т.д. А потому, что репортаж, как таковой жанр, в данном случае он единственно оправданный. Почему? Потому, что действительно герой, он рассказывает о себе сам. Действительно, он в этот момент, когда рассказывает, он находится в этих окопах. Действительно, он это все видит, он это переживает, он участвует в реальных, конкретных событиях. Вот, наряду со своими друзьями, такими же 20-летними, как он. Он одержим одной идеей, не идеей, а мыслью, скорее, изгибать врага с родных мест и т.д. Герой этой книги Алексей Тимофеевич Синилов. Да, это он. Это ваш отец. Да, это мой отец. Вы писали эту книгу с его слов? Он ветеран войны, он валит войны. И он после того, как ушел на пенсию, он очень хотел рассказать о своих привозных, наверное, молодых годах, своих взглядах, отношениях, ну и прочего, своих боевых товарищей. Поделиться с ними тем, что он не успел сказать при жизни, ну и так далее. И вот он задумал это все сделать. К моему сожалению большому, он это все сделал, выполнил на треть свое задуманное. Вот. И умер. Ну, у него там и раны, и контузии, и оборожения, все это сказалось. Это все вехи его фронтового пути. Так вот. И он сделал это только на треть. Все. И умер. Ну, мне казалось тогда, что, вот, я выполнил свой и долг, и перед ним, и перед его товарищами, и прочее. А если это, я закончу. И мачпе. Судьба улыбнулась. Я, в общем-то, это сначала закончил в виде рукописи, а позже, вот прямо сейчас, это уже сколько лет там прошло, более десятка, наверное, мне удалось и выпустить книгу, которая посвящена его боевым товарищам, их реальной жизни фронтовой, бедам, их привогам, их, ну, вот так, видимо. Ну, я думаю, ваш отец вам за это... Не, не, не знаю, может быть, может быть. Вы сделали то, что он еще запланировал, и он начинал, вы просто продолжили. Ну, ну... Это ваша первая книга? Ну, вообще-то, в принципе, я не знаю, насколько можно ее считать первой. Потому что в свои молодые годы, когда я учился, я выпустил учебное методическое пособие для своих товарищей, студентов. В Белгосуниверситете. Ну, оно было по спецкурсу, одному из спецкурсов. Вот это избрали, там, небольшим тиражом, ну, и имело сугубо какое-то там практическое значение по пособию и так далее. Вот, позже я выпустил еще одно пособие, тоже что-то такое похожее. Вот, ну, они все сугубо научного, скажем так, назначения, скорее. Вот, и поэтому... А это уже, а это сложнее. Это уже документалистика. И, понимаете, был к памяти, обязывал все это сделать, ну, как вам сказать, более-менее беспроверно, да, с реальными участниками и их переживаниями, вкладом в общее дело. Ну, и вот так вот, наверное. Ну, вы говорили о том, что это первая часть, что это не все, что это вторая. Да, да, вторая часть, в общем-то, начиналась ноябрем, или начнется, точнее, ноябрем 43-го года, когда отец находится с очередным ранением глубоко в эвакуации, это в районе Тамбова, в местном эвакуационном госпитале. Там он провел около трех месяцев. Ранение было тяжелым, вот, и врачи привозили максимум, видимо, усилий, чтобы он вернулся в спрой. И, кстати, сказать, несмотря на свои проблемы со сборовьем, после очередных ранений, а у него их было пять сложных, после очередных контузий, там, оборожений, всего прочего, он всегда приходил в спрой. Справился опять. Ну, правда, уже случалось, что не в те подразделения, не в те воинские формирования, в которых служил, но возвращался, возвращался, да. Ну, давайте еще так перечислим основные моменты, основные, может быть, операции, вот, о которых вы рассказываете. Ну, а в этой? Ну, в этой, в принципе, только одно. Это различные назначения, наверное, военные операции, происходившие на территории указанного плацбарма. Вот это плацбарм, так назывался, Селявинский плацбарм. Находился он не далеко возле одной из деревень, на том же правом берегу. Ну, я говорил, что на расстоянии приблизительно 50-60 километров от Воронежа, южнее. А это деревня, где располагался плацбарм или рядов, которая называлась Старожовская. Тираж книги какой-то? Тираж книги маленький, мне, в принципе, его, наверное, стыдно и называть. Вот, ну, ведь поймите, что книга избавалась за личные средства. Вот, и сколько, ну, я нахожусь сейчас на пенсии. И сколько, насколько позволили мои личные средства, насколько книгу я и смог, сколько экземпляров, сколько и избять. Ну, и еще, кому вы адресуете эту книгу? И, может, где ее можно найти, как ее? Кто-то посмотрит, например, эфир, захочет почитать. Ее сейчас нигде не найдешь. Она у меня. Несколько экземпляров я ее уже реализовал, этой книги. Ну, какое-то количество осталось. Вот, ну, что я могу сказать, что, в принципе, возможно, презентация этой книги. Нашлись люди уже, которые мне предложили такую возможность. Да, видимо, она в ближайшем будущем, возможность будет проговариваться. Будем уточнять место проведения этой презентации и круг приглашенных лиц. Подтвердила, наверное, свое желание наша одна из библиотечных сетей приобрести какое-то количество экземпляров. Ну, для своих читателей. Ну, а для кого-то книга ориентирована. Ну, можно говорить о том, что в ближайшем будущем смогут найти эту книгу и в библиотеке? Ну, в принципе, наверное, смогут. Но там будет тоже ограниченное количество экземпляров. Ну, я желаю вам удачи. Ну, ладно же, это спасибо. Все получилось. И спасибо вам сегодня за то, что нашли время с нами встретиться. Спасибо большое. Ну, оставался в какой-то мере. Спасибо. 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 Спасибо.